Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие телезрители. Сегодня мы продолжаем цикл передач «Конституция. Мы». Как вы знаете, 2021 год объявлен президентом страны, Годом науки и технологий. И вот поэтому я пригласил в нашу студию наших студентов Анну Федорова и Семена Несерова. Они студенты-магистранты юридического факультета Северо-Восточного федерального университета. Тем более в Северо-Восточном федеральном университете этот год объявлен Годом молодого исследователя. Поэтому я думаю, что для нас очень актуально поговорить, рассказать молодым людям, чем живут сегодня студенты, как они обучаются, к чему стремятся. Ну, начнем со мной. Что вас побудило стать или избрать профессию юриста? И вообще, как идет обучение? Какие знания вы приобретаете? Какие навыки? Пожалуйста. Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Хотела поблагодарить вас, Александр Николаевич, за то, что пригласили нас на свою программу «Конституция и мы», которая проходит в таком интересном формате мультиплекс. Конечно, на юридический факультет я поступила после окончания 11 класса в 2016 году. Окончила я 26-ю школу в городе Якутске. И когда сдавала единый государственный экзамен, получается, я сдавала общество знаний и историю и сразу планировала поступать на юридический факультет. То есть последние месяцы подготовки к экзамену у меня вот целенаправленно я шла именно в СУФУ, именно на юридический факультет. И когда, конечно, я поступила, то передо мной открылись такие вот невероятные двери науки и юриспруденции, потому что, наверное, многие, даже большинство жителей республики Сахай-Якутия и не только вообще всей Российской Федерации прекрасно знают о том, какой у нас профессорско-преподавательский состав в Северо-Восточном Федеральном Университете. И когда вот я начала учиться на первом курсе, у нас сразу же началась научная деятельность. И хотела бы отметить тот факт, что научная деятельность в Северо-Восточном Федеральном Университете, не только на юриспруденции, но вообще в целом, она очень обширна. И каждый студент, наверное, может поучаствовать в любой научной деятельности, будь то чтение или какая-нибудь конференция, то есть он свой научный порыв найдёт, где применить. И, конечно, с первого курса у нас была первая наша конференция, это были фёдоровские чтения. Они всегда проводятся вот в ноябре, в декабре месяце. И я помню, что у нас на первом курсе, конечно, были все теоретические предметы, и мы, в общем, писали статьи, выступали по истории теории государства и права, по таким вот теоретическим предметам. И я, конечно, в том числе была, но так как мы были первокурсниками, только ребятами, которые вышли со школы, мы там места, конечно, особо не занимали, но были ребята, конечно, которые и первые места занимали, и вторые. И Северо-Восточному федеральному университету стоит сказать спасибо в том плане, что вот когда ты занимаешь первое-второе место, ты сразу можешь и на республиканскую конференцию пойти, и уже на общероссийскую. Но вот в рамках нашего сегодняшнего разговора я, конечно, хотела бы затронуть некоторых преподавателей и свою научную деятельность на магистратуре. Потому что, конечно, на бакалавриате очень много было конференций, но на магистратуре они уже такие более узконаправленные, более чёткие, и уже магистратура — это же научная деятельность, это диссертация, это обязательно написание научных статей. И с самого начала, с первого курса магистратуры в прошлом году Маякунов Александр Адисонович — это заведующий кафедрой теории истории государства и права, кандидат в философский наук, доцент, отличник профессионального образования Республики Сахай-Якутия. У нас с ним были пары в прошлом году, три предмета — это философия права, методология научных исследований и актуальные проблемы теории права. И получается, под его чутким руководством почти вся моя группа, и я в том числе, мы написали, все писали статьи научные. Моя научная статья была связана с философией права, правовыми учениями философии, с древней историей. Если быть точнее, она называлась «Персонализация по Лакруа и Мунье». И в дальнейшем я подала заявку на публикацию в международном журнале «Вестник права». И весной меня опубликовали в этом журнале. И далее вот это Яковлев Макар Макарович, заведующий кафедры уголовного права и процесса, почетный доктор права, профессор, академик Российской академии экономики и права, заслуженный юрист России, почетный работник прокуратуры. Макар Макарович у нас преподавал с первого курса, но так как я поступила на гражданскую кафедру, а тогда бакалавриат у нас подразделялся на гражданскую кафедру и на уголовную кафедру, у нас с ним пару проходили больше в формате лекций. А уже на магистратуре у нас предмет был такой более узкоспециализированный, связанный борьбой с коррупцией. И в моменты, когда он эти пары проводил, это была тоже зима прошлого года, библиотека «Смарт», которая находится на 203 микрорайоне, она проводила конкурс эссе-научных работ, назывался она «Мы против коррупции». И получается, Макар Макарович мне посоветовал, сказал, напишите работу и опубликуйте, отправьте им на почту, это будет плюсом к вашей научной деятельности внутри магистратуры. И, конечно, я написала эссе, и впоследствии заняла второе место, в связи с чем мне был прислушный диплом о втором месте. И также хотелось бы упомянуть Иванову Татьяну Спартаковну, доктора юридических наук, профессора, преподавателя кафедры арктическое право. Татьяна Спартаковна у нас преподавать начала с первого курса магистратуры, сейчас она преподает у смежной группы, группы арктического права. У нас она сейчас перестала преподавать. На первом курсе у нас были с ней пара арктического права. И в какой-то момент я подумала, что тема Арктики для жителей республики Саха-Якутия это, наверное, самая актуальная тема и должна стоять на первом месте вообще для студентов, обучающихся, потому что Арктика близка нам, как никакому другому региону Российской Федерации. И я написала Татьяне Спартаковне и сказала, что вот буду писать статью под ее руководством. — Спасибо. Семен, а вы что расскажете? — Здравствуйте, многоуважаемый Александр Николаевич Кимкемен, уважаемые телезрители, радиослушатели. Меня зовут Нестер Семен Тимофеевич. Я являюсь студентом магистратуры первого курса юридического факультета СВФУ. Почему я выбрал именно профессию юриста? Многие задаются таким вопросом, почему именно люди выбирают какую-то конкретную профессию. Профессия юриста прежде всего связана с общением с людьми. То есть человек является социальным существом, и человеку нужен человек. И человек, помогая другому человеку, он делает мир намного, так скажем, намного лучше и добрее. Вот именно мне импонирует само понятие справедливость. И с самого детства я хочу вот именно приносить какую-то справедливость в этот мир, и тем самым делая его чуточку на зерно лучше. Хотелось бы упомянуть вот именно год про год молодого исследователя в СВФУ. Как нам известно, 2021 год в России является годом науки и технологии. Анатолий Николаевич, ректор СВФУ... Анатолий Николаевич Николаевич. А, Николаевич Николаевич, прошу прощения. Объявил 2021 год годом молодого исследователя под девизом «Познавать и развиваться». Данный год был объявлен в связи с тем, что в СВФУ проходит ряд мероприятий, именно посвященные научной деятельности среди студентов. Я хотел бы выделить то, что наши сотрудники, наши студенты Северо-Восточного федерального университета являются ведущими исследователями в научной сфере. Хотелось бы упомянуть вот именно Александра Григорьева, доцента Института математики и информатики. Он совместно с Вьетнамской академией наук исследует вот именно поступление жидкости в почву. То есть это является вот именно таким важным элементом, потому что сельское хозяйство всегда будет в приоритете на нашей земле, так как у нас постепенно увеличивается население планеты, так в 2050 году примерно население планеты будет составлять 13,5 миллиардов людей. Это очень много, и всех нужно кормить. Вот доцент кафедры Александр Григорьев, он вот именно исследует вот именно поступление жидкости в почву. То есть какие вот именно происходят вот именно симбиоз почвы с водой, какими методами можно улучшить и удвоить урожай и так далее. Спасибо. А вы сами какие-то статьи, вот как Анна рассказывала про себя или в каких-то конференциях участвовали? Да, спасибо за вопрос. Вот именно в научную сферу мне открыла дверь вот именно конференция «Федоровские чтения». На первом курсе я участвовал в секции «История права государства зарубежных стран» с темой «Становление народа Саха». То есть эта тема была связана не отнюдь вот именно с правовыми вот именно аспектами, а именно вот становление народа Саха как народа. Вот именно вот данная конференция вот мне открыла научное опознание и вот научную деятельность. В дальнейшем я каждый год старался принимать участие, выражая огромную благодарность Александру Дисоновичу, Марии Прометеевны, являются преподавателями на нашем юридическом факультете. Вот на втором курсе я участвовал в секции «Уголовного права» с темой вот именно проблемы совершения преступления несовершеннолетними лицами и опыт зарубежных стран. Вот данная проблематика на сегодняшний день стоит остро не только вот в России, но и по всему миру. Потому что следует уделять большое внимание вот именно воспитанию детей и вот улучшению их условия жизни, деятельности. И вот на магистратуре на первом курсе мы, так как магистратура связана вот именно с научной деятельностью, мы совместно с Александром Дисоновичем Маякуновым начали вот именно писать уже научные работы. Я начал писать научную работу, точнее уже завершил. Вот именно тема у меня называется «Остановление права в дореволюционной и послереволюционной России». Здорово, очень интересно. Но я думаю, что мы продолжим наш интересный разговор. Нам нужно прерваться на рекламу и после этого обязательно продолжим. Еще раз приветствуем наших телезрителей и радиослушателей. У нас в рамках программы «Конституция. Мы» идет разговор о Годе науки и технологий. И я хотел бы задать вопрос моим молодым гостям. Вот для вас что такое новые технологии и в сфере юриспруденции, как он будет применяться вообще в образовательном процессе в связи с пандемией? У нас очень много нового. Мы учимся работать на новых платформах. Я думаю, что вы к этому тоже привыкли. Начнем с Анны. Спасибо. Получается, сейчас, когда у нас наступила пандемия коронавирусная, очень неожиданно и с какой-то стороны даже немного неприятно, но получилась такая ситуация, что многие учащиеся из школ и также студенты перешли на онлайн-обучение в формате видеоконференц-связи, будь то Zoom или Google Meet или Discord. И хотелось бы также отметить, что сейчас у нас такая вот черта современности, что у нас начался переход от индустриального общества к информационному обществу, в котором информации становится очень-очень много. И я думаю, что многие заметили, что мы сейчас начали очень много времени проводить в интернете, даже заказывать пищу, заказывать одежду, переговариваемся. То есть каждый, даже не то, что второй, каждый человек, у всех есть телефон, все умеют им пользоваться. И вопрос о интернете для меня, он особенно так остро стоит, потому что когда заканчивала конституционную кафедру, я писала диплом по теме персональной данной в сети интернет в Российской Федерации. И немножечко тезисов хотела оттуда вам рассказать. Дело в том, что интернет-сфера, она развивается последние 10 лет очень активно. Я бы даже сказала, последние 5 лет очень активно и даже, можно сказать, очень агрессивно. И в связи с этим стоит также обратить внимание на защиту своих данных, на то, какую информацию мы оставляем в интернете. И чтобы обратиться к интернету, я, ну то есть не то, чтобы обратиться к интернету, а вот при написании дипломной работы, я пользовалась федеральным законом о персональных данных. И что вот было очень интересно во время его изучения, то, что он, конечно, содержит в себе очень много понятий, интернет, кто пользуется, понятия оператора. И в то же время там не было определения субъект защиты интернет-права. То есть при написании своей работы я под субъектом защиты логически упоминала, что это физическое лицо, использующее интернет и нуждающееся в защите своих персональных данных. Тем не менее, чем больше я этот закон изучала, и не только закон о персональных данных, так же и трудовое право, и гражданское право, все-таки пришла к выводу, что интернет очень быстро развивается, и нам нужно успевать за ним, успевать законы составлять. И студенты юридического факультета должны задуматься о том, чтобы писать научные статьи на эту тему и также выпускные квалификационные работы, потому что работ в сфере интернета очень мало, очень мало статей, научных статей, и литература сама по себе достаточно узкая. И поэтому у меня было бы такое обращение к нашим студентам, которые только сейчас учатся, чтобы мы, я, они и все вместе как-то начали эту стезю познавать и изучать, и чтобы она уже через 10-5 лет была уже более значимая, и чтобы и федеральный закон был дополнен, и чтобы в нем были все полномочия, все определения. В целом, да. Это очень интересно. Мы вот практикуем проведение съездов юристов. Первый съезд мы провели в 2013 году, и у нас в повестке дня был вопрос о повышении социальной ответственности юриста. Второй съезд мы провели в 2016 году, мы говорили о повышении качества юридического образования. Третий съезд мы провели в 2019 году, и как раз тема была такая, что как себя вести юристом в условиях цифровизации, потому что, как вы отметили, каждый из нас оставляет некий цифровой след за собой, ну и в этой сфере нужно быть очень аккуратным. Ну и одна из важных составляющих – это защита персональных данных, и то, что вы, готовя свой проект, исследовали не только один закон, но и другие законы, и пришли к выводу, что закон о персональных данных, он нуждается в доработке, в определенных изменениях. Это очень здорово. Зная, что такое законотворческий процесс, вы можете тоже как-то инициировать этот процесс, может быть, во взаимодействии с депутатами Государственного собрания ЛТМН. Почему? Потому что я считаю, что вы в молодом возрасте всегда можете что-то отыскать новое, взглянуть на те проблемы, которые наличствуют свежим взглядом. Вот почему, когда я был председателем концовного суда, у нас была студенческая и исследовательская лаборатория, и я всегда говорил, что вы пока студент, у вас нет каких-либо субординационных отношений, и вы абсолютно свободны. Как только начнете работать, у вас будут субординационные отношения, вы будете от чего-то зависеть, и не всегда будете говорить до конца, что-то будете скрывать, о чем-то не договаривать и так далее. Так, Семен, для вас что такое новые технологии, как вы это используете, какие плюсы, какие минусы? Вот касательно новых технологий, то есть, ну, технологии. Технологии, вот, они вот именно пришли в наше общество, вот именно с прогрессом, то есть с индустриального общества в другое общество. Получается, технологии, они всегда развиваются, никогда не стоят на одном месте. Вот, допустим, даже обычного сотового телефона, обычного компьютера не было 30 лет назад. Были лишь у богатых людей, и были только вот такие, вот только те компьютеры, которые именно вот только-только были построены, и они работали не целиком и полностью, а вот именно постепенно. То есть они работали со сбоем и так далее. Вот сейчас, в данное время, технологии вот именно занимают очень важную часть в нашем обществе, потому что у нас общество является цифровизором. Цифровизором, извините, пожалуйста, я честно говоря, волнуюсь. И вот именно цифровые технологии всегда будут сопровождать человека в течение всей его жизни. То есть это социальные сети, это учеба, это интернет какие-то холдинги и так далее. Вот на данный момент, вот в связи с пандемией, все студенты, большинство студентов обучаются по платформе через Zoom, то есть через дистанционное обучение. Конечно же, стоит понимать то, что через Zoom не можно получить полноценное образование. Некоторые люди, вот я знаю некоторых людей, не учатся с первого курса на дистанционном обучении. Но это суровые реалии, нам придется с этим жить. И вот студенты должны прилагать все усилия, не сидеть, сложа руки, не выключать сотовый телефон, не выключать камеры, включать камеры и сидеть перед монитором. А некоторые студенты берут, выключают камеру и спят, грубо говоря, или заниматься своими делами. Так делать нельзя. Студент должен учиться, грызть гранит науки, тем самым в будущем помогать своей семье и своему государству. Тогда вы со мной, в принципе, солидарны, да, когда я вас сел, заставляю включать камеры. Да. Потому что я знаю, некоторые преподаватели этого не требуют. Но я считаю, что профессор, помимо образовательной функции, должен выполнять и воспитательную функцию, потому что он должен контролировать, как идет учебный процесс. Должен быть до конца уверенным, что студент воспринимает эту информацию с интересом или без, его это задевает или нет. Все это должен профессор, преподаватель ощущать. Ну, давайте мы перейдем к следующему вопросу. В следующем году у нас будет столетие Якутской АССР, будет 30-летие нашей конституции Республики Саха-Якутия. Вы, как граждане Российской Федерации, проживающие в Республике Саха-Якутия, которая является крупнейшим субъектом Российской Федерации, как вы ощущаете для вас, что это значит, вот эти две даты? Как можете охарактеризовать? Давайте начнем с именов. Да, давайте. В 2022 году пройдет великое событие, это историческое событие, я хочу отметить, на территории Якутии. То есть будет столетие со дня образования Якутской автономности Советско-Социалистической Республики. В связи с этим мероприятием вышел указ президента в 2014 году о проведении праздника вот именно дня, столетия со дня основания Якутской АССР. Данное мероприятие вот именно имеет большое духовное и культурное значение для всех жителей Якутии. Потому что вот именно проводится, сейчас в данное время проводятся мероприятия по улучшению социальной жизни, по строительству социально значимых объектов, про реставрацию культурных объектов, которые находятся на территории Якутии. К примеру, на площади Арджиникидзе вот в этом году был отремонтирован памятник, отреставрирован памятник Платону Алексеевичу Аюнскому. Он находился в почемном состоянии, но вот с помощью граждан и с помощью нашей администрации города Якутска и правительства Республики Саха-Якутия была проведена реставрация. Сейчас в данный момент вот памятник находится в идеальном состоянии. Далее, вот именно затрагивая вот тему столетия образования со дня Якутской Автомобилиской АССР, хотелось бы упомянуть одного, не побоюсь этих слов, одного из отца-основателей якутской респруденции Михаила Михайловича Фёдорова. Михаил Михайлович Фёдоров является очень выдающейся личностью. Вот я начал писать статью, как я раньше упоминал в прошлом диалоге, научную статью вот именно касательно становления права в Якутии в дореволюционной и послереволюционной России. Хотелось бы отметить то, что в дореволюционной России в Якутии не было такового нормативно-правового акта, который регулировал бы вот именно общественные отношения. Действовал лишь устав об инородцах, об управлении инородцами. Михаила Михайловича Спиранского. Данный устав очень принижал вот именно коренное население, то есть они были приравнены к работникам, то есть существовало классовое общество, и якуты, ну, помимо вот Тайонов, которые руководили ими, они были приравнены к низшим условиям населения. И вот 3 марта 1920 года Центральный комитет Российской коммунической партии большевиков совместно с Сибирским революционным комитетом назначили Максима Кировича Амосова, в честь которого назван наш Северо-Всочный федеральный университет, уполномоченным по проведению и закреплению советской власти на территории Якутии. В скором времени, в 1922 году, был поставлен вопрос о наделении статуса Якутии как субъекта, то есть как Якутской автономной Советско-социалистической республики. Но на тот момент вот положение... Мы сейчас продолжим после рекламы. Продолжим вашу мысль относительно столетия республики и 33-й конституции. Что это для вас? Так вот, как я раньше упоминал, вот 3 марта 1920 года ЦК РКПБ, Сибирский революционный комитет назначили Максима Кирьевича Амосова, вот именно уполномоченным по продвижению советской власти на территории Якутии. Далее, вот именно спустя некоторое время Президиум Верховного комитета, Исполнительного комитета поставил вопрос о наделении статуса Якутии, Якутской автономной социалистической республики. И далее, вот именно Якутия как округ, как автономный округ образовался на положениях Конституции РСФСР 1918 года. Но далее, в 1924 году был поставлен вопрос о принятии наделения Конституцией вот именно Якутской автономной социалистической советской республики. И далее, вот этот нормативно-правовый акт является вот именно очень важным для всех жителей Якутии и ее исторического вот именно пути. Потому что Конституция является очень важным основным законом любого государства и любого региона. Так как мы являемся республикой, у нас может быть своя Конституция. И вот именно касательно вот именно столетия со дня основания Якутской автономной советской социалистической республики хотелось бы сказать то, что это очень важное событие. Мы должны все быть горды таким значимым событием и продвигаться дальше ради нашей республики и ради нашего государства. Хорошо. Спасибо. Анна, ну мы знаем, что в принципе в этом году у нас главное политическое событие это опять же выборы, да? Выборы депутатов Государственной Думы. Вот вы как студентка как вы оцениваете вообще итоги выборов? Как бы вы охарактеризовали новый состав Государственной Думы? Спасибо за вопрос. Вот как я раньше упоминала и упоминаю политическая просвещенность республики Саха-Якутия увеличивается с каждым годом. С каждым годом у нас студенты проявляют все больше и больше интерес к политике и, ну, не студенты в целом, вообще население республики Саха-Якутия. И в этом году действительно 19 сентября у нас прошли выборы в Государственную Думу 8-го созыва. Эти выборы отличаются от предыдущих. Начнем с того, что у нас в этом году получился пятипартийный парламент и, в отличие от седьмого созыва, у нас 32 комитета, а не 26. Но в ходе рассказа хотел бы больше затронуть именно наших соотечественников, а именно пять представителей из республики Саха-Якутия, которые прошли в комитет Государственной Думы. Это Галина Иннокентьевна Данчикова от партии «Единая Россия» в комитет по бюджетам и налогам. Федот Семенович Тумусов от партии «Справедливая Россия за правду» в комитет по охране здоровья. Сардана Владимировна в Хсентьево стоит здесь сделать такую ремарку, что у нее абсолютно новая партия, новые люди. И она прошла в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Петр Револьдович Амосов КПРФ в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Юрий Иннокентьевич Григорьев тоже от партии СРЗП в комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Вот это я рассказала не просто так, рассказала для того, чтобы смотрящие нас были осведомлены об этой информации, смотрящие студенты знали об этом и интересовались этой темой, потому что студент-юрист это тот человек, который обязан и должен интересоваться политикой. И вот если обучаясь на бакалавриате, там больше такая теоретическая информация получается идет, то черпать какую-то еще информацию стоит именно из телевизионных источников, из новостных сайтов. И я считаю, что такой вот рост республики Саха-Якутия, именно выход на федеральный уровень, это, конечно, очень отрадно, очень хорошая новость. И было как студенту, как юристу, было очень интересно наблюдать за дебатами, за продвижением, и было очень приятно вот эту новость узнать в день, когда объявили на сайте Государственной Думы. И получается, я вот студентам юридического факультета все-таки желаю интересоваться, интересоваться, знать таких вот, не побоюсь этого слова, великих личностей уже, чтобы информация о том, кто куда прошел, кто чем занимается, была всегда в юных умах, в юных головах, и не стоит забывать того, что политика республики Саха-Якутия все-таки играет огромную роль в нашем становлении, в нашем взрослении, в нашей жизни. Я думаю, что это совершенно справедливо, если мы не интересуемся политикой, не занимаемся, то политика займется нами, или иногда говорят, что мы голосуем один день, голосим там пять лет, но что каждый из нас имеет избирательное право, как активное, когда мы идем и голосуем за кого-то, так и пассивное избирательное право, когда вы можете стать кандидатами в депутаты или кандидатами в главы муниципальных образований, все это придет. Я очень надеюсь, что из вас получатся очень толковые люди, которые заботятся о республике. Ну вот, Семен, скажите, вас интересует региональная власть? Вообще, вот говоря о высших органах власти, которые определены в Конституции республики Саха-Якутия, что вы могли бы подметить? Конечно же, как юрист меня интересует именно аспект государственной власти, который установлен законодательно. Прошедшие выборы показали о том, что в России все еще имеются сочетки демократизма, о том, что люди могут выбирать. И вот депутаты, которые прошли в Государственную Думу от Якутии, это пять человек, они показали о том, что Якутия является сильным регионом, который может поставлять своих политиков для отстаивания интересов Якутии и России в целом в Государственную Думу. Что касается органов государственной власти, то, во-первых, они являются таким важным органом, потому что без власти не может быть государство, без государства не может быть власти и народа. Я хотел бы отметить, что мы сейчас живем, как вы сами об этом подчеркнули, в новых условиях, в условиях пандемии коронавируса, как это было бы не печально, но это факт, и с этим мы должны считаться. И вот в этой связи вы, как молодые люди, красивые, не только внешне, не только физически, но и духовно, но я хотел бы спросить, как вы, вот из чего вы черпаете силы и что нужно делать молодым людям для того, чтобы не потерять интерес жизни, оставаться здоровыми, ну и вести активную жизнь. Что бы вы могли посоветовать, Семен, начнем с вас. Я бы хотел посоветовать именно людям, которые в стенах смотрят, слушают, заниматься здоровым образом жизни. Как говорится в здоровом теле здоровый дух. Ученые из университета Сан-Марина выяснили о том, что люди, которые занимаются, уделяют времени вот именно физическим нагрузкам вот 10-20 минут в день, они подвержены меньшему риску госпитализации врачебного учреждения. То есть риск снижается на треть. Данные ученые просили тысячу респондентов и поделили их на две группы. В первую группу попали люди, которые занимались вот именно, уделяли физической нагрузкой нагрузки 10-20-30 минут в день. А во вторую группу попали те люди, которые уделяли вот именно физическим нагрузкам малое время либо не уделяли вообще. И вот в ходе исследования было выявлено о том, что в первой группе вот именно у тех людей, которые занимаются спортом, у них иммунитет намного сильнее, чем у людей, которые занимаются вот именно пассивным образом жизни. Ну, как мы знаем, люди устают после работы, после тяжелого дня, работа с 9 до 6, некоторые задерживаются до позднего времени. Но все же следует уделять хотя бы 5-10 минут. Обычная разминка, зарядка, легкая пробежка и все. Хорошо, замечательно. Я посоветую заниматься спортом. У меня так, я пришла к выводу вот с этой пандемии о том, что Семен, конечно, правильно отметил физическую культуру, но я пришла к выводу, что в тонусе нужно держать не только тело, но и свои мысли. И, конечно, если мысли будут в порядке, то я думаю, что и человек дойдет до той стадии принятия любви к себе, что он начнет заниматься спортом. И вот при коронавирусной инфекции, конечно, очень у нас важна именно дыхательная гимнастика. И не стоит забывать того, что нужно изучать литературу, нужно интересоваться чем-то новым, находить для себя хобби, которые на 180 градусов отличаются от вашей рабочей деятельности. Потому что переключаясь между хобби и работой, конечно, у вас и организм сразу в тонус приходит, и получается такая какая-то некая перезагрузка внутреннего себя. И я вот советую студентам, ребятам, которые... Потому что я прекрасно знаю, что такое бессонные ночи, что такое постоянно заниматься вот этой монотонной работой, писать что-то, читать что-то. Я ребятам советую найти хобби себе по душе, которое всё-таки совсем другое, чем юриспруденция. Например, что-нибудь, что можно сделать своими руками, что можно сделать своим телом. И тогда, когда человек духовно просвещается и уже к зрелому возрасту будет понимание того, чем ты хочешь заниматься в дальнейшем и что нужно сделать для того, чтобы человеческое тело было в тонусе и в порядке. А вы вакцинированы? Я, да. Замечательно. Ну, вообще, я думаю, что сегодня у нас был такой очень интересный эфир, который будет полезен молодым людям. Прежде всего, конечно, мы говорили о реализации концовных гарантий на образование. Вы поделились с хорошими мыслями. Я даже сделал записи, конспектировал ваши идеи, поэтому я вас благодарю. Я тоже обогатился. Большое вам спасибо. До следующих встреч. И вам спасибо. спасибо. Спасибо.